7 мая, полдень. Радиостанция КЧР-ФМ становится разговорной. Вот так 4 года назад на волне 104,5 зазвучал голос республики. О том дне Евгений Бушмин, ныне директор радиостанции КЧР-ФМ, вспоминает с лёгкой ностальгией. До сих пор помнит, как это было волнительно и в то же самое время по-настоящему празднично. Это был первый большой, такой открытый, хороший, долгий эфир, очень информативный, с большим числом приглашённых людей. Приходили люди разной направленности, от администрации до спортсменов. Все приходили, поздравляли, искренне радовались за то, что у нас появилась такая радиостанция, потому что аналогов такой радиостанции на территории республики не было. Сегодня КЧР-ФМ – радиостанция с собственным программированием. В эфир ежедневно выходят не только новости Карачаева-Черкесии и Северокавказского федерального округа, но и целый ряд развлекательных программ, таких как «Завтрак-ФМ» и шоу «Без названия», в рамках которых радиослушатели могут напрямую общаться с ведущими и передать в прямом эфире свои приветы и поздравления. Доброе утро, Беллочка и Зураб. С днём рождения радиостанции КЧР-ФМ. Дальнейших творческих успехов и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Спасибо большое. Для Беллы Тимирлиева и Зураба Джандарова работа в прямом эфире давно привычна. Каждый день с 10 до 11 утра ребята радуют своих слушателей не только общением, но и хорошей музыкой. Порция интересных новостей даже гороскопом. Мне очень нравятся прямые эфиры. Вначале меня это пугало, поскольку я не привыкла, конечно. Но бывает без настроения приходишь, выходишь в прямой эфир, начинаешь общаться со слушателями и настроение тут же поднимается. Без преувеличения. У нас структура передачи такая, что у меня есть одна часть, у Беллы, у моей соведущей и другая часть. Она читает сообщения, которые нам пишут в WhatsApp. И даже когда я слышу, я не вижу, кто написал, я слышу, как строятся предложения, я слышу, какие используются эпитеты и какие слова, я уже понимаю, какой именно этот человек написал. На сегодняшний день коллектив радиостанции состоит из пяти человек. Среди них есть и матерые профессионалы своего дела, и те, кто пока в начале журналистского пути. Но всех их объединяет одно – любовь к радио. Эти пять человек, скажем так, делают всю работу не только на радиостанции КЧРФМ, но и еще ряд других радиостанций, которые мы курируем. Вот пять человек, наш коллектив, замечательные девчата, замечательные ребята. Зона вещания по всей территории республики. Более 360 тысяч слушателей и только самые актуальные – свежие новости и программы. Вот что такое КЧРФМ. Это были новости на радиостанции КЧРФМ. В студии была София Мусова.